здравствуйте уважаемые коллеги и владельцы наших питомцев сегодня тема достаточно интересная про инсульты у кошек знаете на самом деле сейчас в интернете можно найти чего угодно да я имею ввиду даже в незапрещенной его части и вот буквально недавно попалось такое вот видео по инсульт у кошки да и собственно говоря тут говорится о том как владелица что владелица ну думает что у кошки инсульт как она и лечит ее переживания на самом деле наверное есть смысл посмотреть просто взять вот это видео прям наверно ссылку на описание в конце этого видео поставим да знаете где почему очень важно потому что важно им владельцам да и важно наверное врачам ветеринарным до которые делали назначение этой кошки я не буду вам передавать эмоции этого ролика наверное да просто не смогу поэтому просто посмотрите сами коротко скажу о том что владелица сначала рассказывает о своей кошке как как она ей как 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 они с ней жили дианы и взяла да какие там ее что она про нее думала да вот как у нее случились про большие проблемы дальше как она переживает о том как вся семья переживает они очень много лет с этой кошкой жили до дальше она говорит о том что она очень надеется что она пошла в клинику да и обратите внимание что в этой клинике назначили церебролизин никотиновая кислота лексаметазон гимедрол фросимит ну то есть витамины и полный бред короче вот когда человек показываете эти назначения потом показывает шприцы которые она делает да а то то как она надеется затем я напоминает наверное когда вот я слушаю то что она тут говорила мне напоминает наверное состояние человека который уже умирает на эти у которого там четвертая стадия онкологического процесса и он думает что он выживет знаете или человека который поднимается на эшафот и он думает что вот-вот сейчас случится чудо и вот эти бредовые назначения как-то помогут этой кошки да и она свято верит в то что да это все то говорит о том что какое количество ваших препаратов инъекции ну вот она делает вот она свято верит что кошки поставили диагноз что она пришла в клинику и там хорошие врачи она думает что там просто врачи хотя бы даже да и в результате кошка конечно погибает вот потому что диагноза кошки не было лечение у кошки не было дальше она снимает ролик о том что они спасли то что спасти и не смогли да ну потому что она чем-то болела а ю никто не лечил и вот такое количество роликов на самом деле в интернете огромное множество люди переживают люди не болеют какие-то питомцы да они думают что они могут помочь каким-то образом до идут врачам цвет снимают и вот совершенно искренне до надеяться что смогут помочь этой кошки да или там собаки но у них даже нет шанса потому что те врачи которые оказались на пути этой кошки они ничего не сделали для того чтобы ей помочь более того они обманули владелицу да все ее ожидания не провели диагностику не сделали ничего для того чтобы помочь этой кошки ну конечно был понятие очевиден да если никому не если не лечиться не помочь ничего не сделать то конечно ну понятно что все закончится плохо закончится смертью вот но вот такая проблема дальше этот ком проблем вот от таких роликов только множится ставится все больше и больше и больше потому что его посмотрели там например 20 тысяч а сколько там 15 тысяч просмотров до за четыре года последние там комментарии есть буквально там есть старый комментарий да есть новые комментарии всего посмотрите там есть полгода три года назад есть год назад да то есть люди смотрят 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 Представляете, сколько людей, посмотрев этот ролик, подумали, то же самое, видите, что у них тоже 22 лет кошки, тоже недавно случился инсульт, тоже владелец какой-то пишет, да. То есть и вот люди из-за того, что какой-то чудодей, нельзя назвать его врачом, назначил вот это все, что он назначил, будут думать, что да, реально это лечение, да, реально это помощь, да, реально это какое-то, это что-то прям нужное, да, обратите внимание. И вот эти ролики, которые совершенно не имеют ничего общего с лечением, которые не имеют ничего общего вообще с помощью пациентам, они находятся в интернете в огромном количестве. Другие люди такие же, которые тоже не понимают, что надо ставить диагноз, на этих смотрят, в результате получается как снежная лавина, да, смерть за смертью, смерть за смертью. Это очень большая проблема. Есть и новые ролики, совершенно не, буквально там у собак вот тоже на эту же самую тему, да, 4 месяца назад. Тоже про инсульт у собаки, тоже пошли к неврологу, тоже типа инсульт, и тоже типа что-то там как-то, что-то там делают, тоже рассуждают об каком-то инсульте. В реальном мире никаких инсультов не существует. В реальном мире существует кровоизлияние, да, они существуют, бывают эмболии, тромбоэмболии сосудов головного, бывает и спинного мозга, да. И они всегда имеют определенную причину, всегда есть причина, и лечить надо вот то заболевание, которое вызвало вот это кровоизлияние или образование тромба, да. Ну, например, вот у этой кошки, которая погибла, скорее всего, была там какая-нибудь артериальная гипертензия на фоне пучечной недостаточности, а может быть у нее было новообразование надпочечника, например, да, из-за этого высокое артериальное давление, да, и из-за этого, собственно говоря, произошел там, ну, даже если это произошло кровоизлияние в головной мозг, то лечить надо было путем удаления надпочечника, понимаете, вот. Возможно, было что-то другое, мы сейчас не узнаем. Это проблема, да, то есть что могло быть у этой кошки? У этой кошки могли быть болезни сердца, они чаще всего вызывают, ну, скажем так, какие-то изменения в артериальном давлении, да. Они же вызывают появление тромбов, да, и тромбы могут попадать куда-либо. То есть даже если мы говорим о сосудистых аномалиях, о сосудистых нарушениях, да, а их всего 1%, то есть из 100 животных, кошек и собак, имеющих поражение центральной нервной системы, проблемы с сосудами, только у одного. Из 100, то есть наклон головы, там, еще что-то, еще что-то, еще, неважно, вот эпилептические приступы, там, перекосило морду, вот это все симптомы, которые связаны с поражением, там, центральной нервной системы, они бывают у 99% пациентов не по причине сосудистых нарушений, а совершенно по другим причинам, абсолютно по другим причинам. Вот. Конечно же, проблема отсутствия, просто один из случаев, да, похожий, я вам сейчас покажу. Ну, это буквально было недавно совсем, собак, кошка, кличка Зайка, она из Уфы, ей то же самое, некий человек, который называет себе неврологом, сделал какие-то бессмысленные рентгены головы, грудные, УЗИ грудной клетки, зачем-то сделал УЗИ блютной полости, что-то там сделал, вот, вот, но сказал, что МРТ не надо, потому что, очень интересно, как он это сказал, наш невролог считает, что нет смысла делать МРТ, потому что, скорее всего, это онкология, и с учетом состояния здоровья кошки, операция или невозможна, или же будет иметь летальный исход, он забыл только сказать, что это в его исполнении, да, также не исключено, что кошка вообще не выйдет из наркоза, ну, конечно, он же наркоз-то делать не умеет, таким образом, мы просто измучим животное поездками, и вылечить все равно не сможем, знаете, почему он так сказал? Потому что он ничего не знает в неврологии, он ничего не знает вообще в ветеринарии, и поэтому он так говорит, потому что диагноз ему реальный не нужен, потому что он не сможет лечить это заболевание никакое, то есть никакое заболевание, которое там реально будет, он лечить не может. И самая большая проблема в том, что, или не проблема, а суть в том, что кошка умерла, а знаете, что у нее было? А у нее был средний айтит, то есть кошку можно было вылечить, просто назначив антибиотики, да, и промывшую, сделав отоскопию, и все. Вот вам просто один из примеров, да, тоже кошки в возрасте, которой некий врач придумал опухоль головного мозга, так же, как предыдущим кошкам придумали инсульты, понимаете? А было совершенно другое, и эту кошку реально можно было вылечить просто антибиотиками и отоскопией, просто банально сделав МРТ, да, найдя причину, и просто вылечить. Но, к сожалению, возможно, вот эту кошку из ролика тоже можно было вылечить, возможно, у нее была, может быть, у нее тоже был просто банально средний айтит, и надо было банально просто сделать атоскопию, да, и делать назначение антибиотики, и все. А может быть, у нее было на образование надпочечника, и нужно было удалить это на образование. А может быть, у нее были какие-то болезни сердца, которые бы корректировались совершенно другими препаратами, и при помощи кардиолога кошка бы прожила бы до своих 20 лет, да, как владелица хотела, или больше даже. Но этого не произошло. А почему этого не произошло? А потому что некие люди, которые именуют себя врачами, назначают вот такое. Вот. Ну и вернувшись к роликам, конечно, когда смотришь вообще в интернете, то, что недавно тоже попалась мне паралич задних конечностей у собаки дисплазия. То есть я послушал вот эти вещания вот этого человека, да, то есть, понимаете, человек не понимает, что дисплазия, там, тазобедренных суставов, да, она бывает только до года, и это костная система, то есть кости, кости, да, а паралич – это поражение нервной системы. Это все равно, что две системы в машине, да, одна электрическая, а другая механическая, да, вот, например, колесо сдулось, потому что перегорела левая фара. Вот приблизительно то же самое. И человек рассказывает о том, как лечить, не пойми чего, хондропротекторами и тем более, и еще чего-то там такое, понимаете. Проблема-то в том, что люди это смотрят, да, и просмотров 45 тысяч, 45 тысяч просмотров. То есть, 45 тысяч владельцев наших питомцев посмотрели этот бред, да, от человека, который не может различить костную систему от нервной системы, да, и при этом пытается что-то там рассказывать о том, как что-то там надо лечить. Поэтому перед тем, как посмотреть какой-то ролик, да, подумайте о том, а знает ли тот человек, что, который говорит в этом ролике, то, о чем он вообще в принципе говорит, да, потому что ситуация навредить своему питомцу можно очень-очень и очень запросто. Ну, собственно говоря, это то, что я хотел вам сказать, да, требуйте от врача неназначений, требуйте от врача диагноза и непридуманного, а поставленного, недомысленного, да, как этот чудодей из Уфы под названием невролог, который просто взял и придумал опухоль головного мозга, которую он точно удалить не может. Он сам придумал, что он не может ее удалить, да, вот и все. Поэтому спросите лучше врача, чем болеет мой питомец, а не чем лечиться, да. После того, как вы точно узнали диагноз, вы сможете реально помочь своему питомцу. Вот все, что я хотел вам сказать. До свидания, до новых встреч. И вопрос, видимо, к предыдущему эфиру про инсульту кошек. Правильно ли я поняла, что инсульт, сосудистые патологии именно у животных случаются примерно в одном проценте случаев? Остальные – это кровоизлияние, тромбы и другие первопричины? Нет, вот эти тромбы и все-все-все – это в одном проценте случаев. А в большинстве случаев? О большинстве случаев, ну, сейчас я вам покажу симптомы, да, там целый огромный спектр, чего сейчас я покажу. Ну, там просто по кинчарспанелям, да, с одним симптомом, с вестибулярными нарушениями. То есть, вестибулярные нарушения – это один симптом, собака голову наклонила. То есть, вот собака наклонила голову, причем кинчарспанелям, кинчарспанелям, сейчас найду, будет вам понятно. Диеты мои уши. Поэтому, а вот, сейчас, сейчас, инфаркты, где уши-то? Сейчас. Это же, есть исследования очень много. Есть, на самом деле, на моем канале презентации. Можно их посмотреть. Наверное, самая большая проблема – понять, что такое симптомы, что такое… что такое болезнь. Нереально, нереально понять. А, наверное, что я был в Москве, как раз. Недавно мастер-класс. Я сегодня уж, по-моему, показывал про ушки. Вот. А, вот вам, пожалуйста. Смотрите, взяли 239 собак, у которых были вестибулярные нарушения. То есть, в 34% случаев не надо было ничем их лечить вообще. То есть, ничего не надо было делать. Надо было просто поставить диагноз, сделать МРТ, сказать, что вот такое нарушение, и ничего не делать. Потому что проходит само за 3-4 недели. Дальше. Внутренний отит, опухоль, инфаркт. Да? Был у 25 собак. То есть, с вестибулярными нарушениями. То есть, это не… Потому что, ну, с инфарктами могут быть и другие симптомы же. Да? Поэтому вот такая вот ситуация. Это с одним симптомом. Вот и выбирайте, какая вам нравится болезнь. Ишемический инфаркт внутри, гной в голове, метронидозол внутри глаз, опухоль. Первичность с псом всего 0,8%. Это, кстати, к вот этим чудакам, которые говорят о том, что если наклон головы, значит отит. Смотрите, 0,8%. У Кинг Чарльз Паниеля, у которых через одного этот средний отит гиперсекреторный в средний, да? И так дальше. Вестибулярные нарушения формы и так далее, и так далее. Вот и все. Вот вам ответ. Поэтому, а нарушение кровоснабжения, вот со всеми симптомами, короче, если взять 100 собак с поражениями головного мозга и кошек, то только у одной будет связано с нарушением кровообращения. Вот так. Самый невероятный диагноз, самый невероятный. То есть самый невероятный диагноз это инфаркт головного мозга, либо в простая народе то, что называет инсульт. Хотя на самом деле, конечно, это никакой. Просто путают. А у людей есть атеросклероз сосудов у стариков, да? Потому что у них там, в общем, гены есть определенные. Вот и путают название. Ну и в общем, такая вот ситуация. А у собак и кошек все по-другому. Причем причина кровоизлияния в головной мозг. И если врач сказал, что кровоизлияние, если это нормальный, реальный врач, да, он должен сказать, какого сосуда нарушения. Где тромб? В каком сосуде конкретно тромб? То есть если это реально, настоящий врач, он мало того, что говорит, что это кровоизлияние, да, какая гематома? Надо ли ее удалять? Надо ли что-то делать с ним? Это в реальном мире, а не в мире фантазий каких-то чудаков, которые там, не пойми чего. Вот и все. Поэтому если сказали инсульт, да, первый вопрос, какая артерия, да? Есть ли гематома? Есть ли вариант химирогического лечения? А самое главное, а с чего вдруг произошло это нарушение? Может быть, у моей собаки инфаркт произошел из-за того, что у нее тромбы, например, на образование в легком, где-нибудь, да, или в сердце, и тромбы образуются и прилетают. А может быть, потому что у нее давление высокое из-за опухоли надпочечника, да, и надо удалить эту опухоль надпочечника. И таким образом вылечить головной мозг. А специального лечения не существует никакого вообще. Лечат болезнь, это просто симптом. Вот и все. То есть лечат, либо кардиологи лечат, да, либо я там удалю какой-нибудь надпочечник или еще что-нибудь. Вот и все. Вот это реальность. Есть вопросы? Больше нет. Ладно. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова